Казахстан Капелия, Лебединое озеро и первый казахский балет «Калкаман и Мамыр», музыку к которому написал заслуженный деятель искусств Казахской ССР Василий Великанов. С этого же года театр именуется Казахским театром оперы и балета, а в 1945 году ему будет присвоено имя Абая. Оплот национального оперного и балетного искусства зажег много звезд на культурном небосводе. Куляш Байсеитова, Латив Хамеди, Ахмед Жубанов, Евгений Брусиловский, Мукан Тулебаев, Шара Жейнкулова, Ергигали Рахмадиев, Роза Багланова, Бебегуль Тулигенова, Сыздык Мухамеджанов и множество других великих людей реализовали свой потенциал благодаря развитию оперы и балета в Казахстане. Важной вехой в истории развития национального вокального и композиторского искусства стало создание опер на казахском языке. Абай, Бержан и Сара, Дударай, Ксжибек, Жалбыр, Ертаргын и другие оперные постановки нашли своего зрителя. Помимо постановок на казахском языке, репертуар театра постоянно пополняется произведениями Верди, Равеля, Чайковского, Пучини, Моцарта и других классиков оперного и балетного искусства. В современном Казахстане существует два крупных центра оперы и балета. Город Алматы, унаследовавший год об имени Абая еще с 30-х годов, и город Нур-Султан, где с переносом столицы активно развивается культурная жизнь. В 2012 году по инициативе первого президента был открыт театр «Астана-балет», а в 2013 – «Астана-опера». «Астана-опера» является крупнейшим театром в Центральной Азии. Здесь помимо казахстанских звезд – Алана Бурибаева, Алибека Днишева, Айман Мусахаджаевой – выступали звезды мирового музыкального искусства. Пласида Доминго, Елена Образцова, Хосе Карерас, Марсело Альварес и другие. Также театр с исконным казахским гостеприимством принимает на сцене зарубежные трупы – Миланские Ласкало, Неаполитанские Сан-Карло, Национальную Парижскую оперу, Мариинский театр Санкт-Петербурга и других. Высокое искусство оперы и балета не только прижилось в Казахстане, но и успело расцвести буйным цветом и дать свои плоды в виде бессмертных произведений и великих артистов. Это стало реальностью благодаря двум главным факторам – поддержке государства и любви зрителя. К счастью, в сегодняшнем Казахстане все это есть. История казахской оперы и балета продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok